Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Нам очень интересно, приходилось ли вам покупать имущество и недвижимость в предпраздничные дни. Делитесь своим опытом в Вайбере, в соцсетях и по телефону прямого эфира. А пока поговорим о модных новинках новогоднего декора. Кстати, сегодня мы раскроем секреты новогоднего убранства и поможем выбрать новогодние подарки. Ёлка! Всё-таки это самый главный атрибут новогодних и рождественских праздников. Вот как правильно украсить новогоднюю красавицу? Например, у меня постоянно возникает масса вопросов. Думаю, у вас тоже, поэтому мы сегодня пригласили в студию тех экспертов, я бы так их назвала, которые помогут нам подготовиться к Новому году. Дорогие друзья, встречайте. Наши гости из магазина товаров для дома и интерьера «Модерн Хом». У нас в гостях это Ирина Максименко, директор Гомельского магазина, и Светлана Высоцкая, руководитель проекта «Модерн Хом». Добрый вечер. Очень рады видеть вас в нашей студии. Проходите, пожалуйста. Для начала стоит, конечно же, сказать, что вот эта вся красота новогодняя, это всё представлено сегодня нашими партнёрами. Дорогие друзья, у вас есть возможность такая уникальная, всё рассмотреть, а у меня даже и потрогать, потому что то, что сегодня представлено в нашей студии, я так понимаю, это то, что сегодня очень-очень модно. И я понимаю, что сегодня, Светлана, Ирина, вы расскажете нам, как правильно подготовиться к встрече Нового года собаки. Это 2018 год собаки. Ну а так как без ёлки невозможно, расскажите, какая ёлка будет самой модной в этом сезоне. Добрый вечер, дорогие телезрители. В этом сезоне будут очень модными монохромные решения для ёлочных украшений новогоднего декора. Связано это с тем, что в последнее время новогодние праздники мы встречаем, ориентируясь на китайский календарь. И по китайскому календарю 2018 год, это год жёлтой земляной собаки. В соответствии с этим модными будут следующие тенденции. Все жёлтые оттенки, оттенки золотого цвета приветствуются практически во всех решениях декоративных. И также оттенки земляные. Ну вот в целом вот такие вот тенденции. А как выбирать украшения для новогодней ёлки? Вот что вы посоветуете? Вот на что стоит всё-таки прежде всего обратить внимание? Я бы посоветовала прежде всего обратить внимание на тот интерьер, в котором вы будете ставить свою лесную красавицу. Для помещений с холодными интерьерами мы бы рекомендовали подобрать декор, новогоднюю ёлку, тоже в холодных оттенках. Ну вот, например, у вас фиолетовое помещение. И мы в соответствии с вашим интерьером подобрали вам тоже вот такую белую заснеженную ёлочку, которая очень выгодно будет смотреться. Как будто прямо из лесу ёлочка. И в соответствии с этим подобрали декор. От сиреневой до... Покажите, Ирина, пожалуйста, нам шары, которые мы подготовили. Вот от розовой до сиреневой цветовой гаммы. То есть наша ёлка будет белоснежная, с розовыми шарами? Да, 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 да. В тон вашей студии. Замечательно. Да, вот мы вот так постарались. Оттенять мы будем подвесным декором. Вот... Ирина, подвесной декор, вы можете нам показать, что это такое? Пожалуйста, что мы принесли сегодня в студию. Поскольку приветствуются все оттенки золотого цвета, мы подготовили для вас вот такие украшения. Так, хорошо. Я, вы знаете, слышала, что многие дизайнеры говорят, что на елке должно быть не больше трех цветов. Как вы к этому относитесь? Прокомментируйте. Здесь есть тоже свои правила, и из правил всегда есть исключения. На самом деле, для того, чтобы елка смотрела стильно, элегантно, нужно выбрать один-два цвета. И можно комбинировать еще какими-то оттенками этих цветов. Но если мы, например, наряжаем елку разноцветными шарами, то это тоже допустимо. Мы можем и три, и четыре цвета использовать. Но тогда мы выбираем шары одной формы, то есть они одного размера, и только шары. Либо же мы можем тоже делать такую вот разноцветную елку, но тогда мы выбираем, например, шишки, сосульки. То бишь форма у нас одна. То есть, как в нашем случае, у нас будут шары, и я смотрю, вы держите загадочную ленту. Да. Вы знаете, ну прежде чем вы расскажете, что это такое, я бы хотела обратить внимание, с чего начинать наряжать елку. Потому что я всегда сталкиваюсь с проблемой такой. Это должна быть или верхушка, или огонечки, гирлянда, или шары. Что должно быть в первую очередь, и чем заканчивать? Безусловно, елку, когда мы начинаем наряжать елку, мы начинаем с гирлянды. Гирлянду мы тоже выбираем. Смотрите, поскольку у нас такая светлая белая заснеженная елка, мы выбрали гирлянду с вот такими прозрачными проводами. Если у вас будет зеленая елка или натуральная елка, вот вам вот такая гирлянда уже не подойдет. Потому что будут витые прозрачные проводами. Да, да. То есть в тон, гирлянда должна быть в тон елки. Так, хорошо. Дальше. Повесили гирлянду. Повесили, да. Повесили гирлянду и начинаем наряжать игрушками. Крупные шары мы располагаем вот в нижней части. Ирина, дайте мне игрушечку. Я повешу на нашу елочку, да, под бурные аплодисменты. Спасибо. Вот, допустим, вот такая темного цвета из нашей цветовой гаммы игрушки. Где она должна висеть на нашей елке? Внизу, в центре или вверху? Да. Вот вы располагаете вот в этой части. Так. В центре. В любом для себя понравившемся месте. Отлично. Вот. Значит, первыми мы крупные шары на елку вешаем. Потом шары меньшего размера, если елка большая. Если елка небольшая, то все шары должны быть одного размера. Понятно. Хорошо. Загадочная лента. Что это такое? Мы видели в этом году, да, на прилавках магазинов ленту. Честно говоря, я попыталась ей упаковать сначала подарки, но поняла, что предназначение у него совершенно другое, да? На самом деле, можно ей и подарки тоже упаковывать. Значит, это лента для декорирования предназначена. Что ей, как ей воспользоваться? Нам очень часто покупатели задают этот вопрос. Сейчас Ирина нам это продемонстрирует. То есть двумя способами. Либо мы ее разрезаем, делаем бант и куда-то крепим на елочку, либо же вот можно таким вот образом, как мы вот уже с Ириной стали наряжать, вот такими лентами. Вот, Ирина, расскажите, что вы сейчас делаете? Вы закрепили за каркас? Я делала, да, за каркас, за ствол, ленту саму. Подгибаю, делаю вот такую вот петлю, укладываю ее на ветку, так, чтобы она была доступна глазу. Опять, так как она оснащена проволочкой, я ее закрепляю за ветку, чтобы она... И перемещаю эту ленту уже в другое место. В принципе, украсть елку можно и без помощи мужчины. Я смотрю, сегодня такие приспособления, да, и всяческие элементы декора. Но скажите, эта лента, она должна быть оттеняющей какой-то вот в цветовой гамме елки? Или она может быть ярко-красная, например, ярко-фиолетовая? Опять-таки, зависит от самой елки. И от того, вот вы выбрали уже под свой интерьер, если у вас холодные оттенки, соответственно, вот такого плана елка холодного типа, и, соответственно, уже идет лента. Если она холодного типа оттенка, значит и холодная лента. Смотрится очень нежно, действительно. Вам нравится, дорогие друзья? Итак, мы, в принципе, как бы определились. Для начала мы вешаем гирлянду, затем мы развешаем шары, и затем мы украшаем лентой. Нет, лентой мы, если у нас ленту мы располагаем вот так вот, ленточный, вот петля, да, не бант делаем, а декорируем в виде петли, то тогда первое, что мы делаем, мы вешаем ленту, потом мы вешаем гирлянды, и потом располагаем шары. Крупные, и потом добавляем мелкие элементы и декор, который мы подготовили. А вот самая верхняя, самая интересная, загадочная часть елки верхушка. Да, мы принесли с собой верхушки, но на самом деле мы сегодня верхнюю часть не будем украшать. Почему? Я объясню, почему. Потому что вот такая заснеженная елка, она может, вот она как будто бы из леса, мы ее принесли, вот она запорошена снежком, и вот сюда попала в студию. И вот такую елку, вот именно такую елку можно не украшать верхушкой. Поэтому мы верхушку принесли, мы покажем, но украшать верхушкой не будем, чтобы делимся модными тенденциями с нашими телезрителями. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы пока вот наши гости из магазина Modern Home украшают новогоднюю красавицу. В нашей студии мы, конечно же, продолжаем прямой эфир, и сегодня мы будем много раз возвращаться к нашей елке, будем внимательно следить, что из этого получится к концу эфира. А пока поговорим о том, как же распорядиться своим имуществом и недвижимостью в предновогодние дни. Согласитесь, вот в такой вот атмосфере предновогодней говорить о таких серьезных вещах, как недвижимость и имущество, намного приятнее. Итак, по какой цене можно купить дом, квартиру в период новогодних праздников? Об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Согласитесь, все-таки новогодние подарки, они бывают разные. Вот как маленькие, так и не очень. И искать их вот под такой елкой – самое приятное занятие. Никогда не знаешь, что найдешь. А вдруг ключи от долгожданной новогодней квартиры. Кстати, получить такой подарок от Деда Мороза мечтает все-таки каждый. В Белоруссии, как и во многих других странах, дарение квартиры происходит очень часто. Этот способ передачи в собственность жилых квадратных метров используется в самых разных жизненных ситуациях и при самых разных обстоятельствах. Поэтому не лишним всем нам будет знать некоторые особенности этого вида сделки. И разобраться в нюансах, нам поможет нотариус Светлана Кучинская. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Светлана. Мы очень рады видеть вас в эти предновогодние дни в нашей студии. Вот согласитесь, новогоднее оформление интерьера в каждой семье. Такое волшебное таинство, да, со своими какими-то традициями. Мы тоже не отстаем. Как вам наша идея? Вот такая елка, на ней обещают фиолетовые розовые шары. Восхитительно. Я, видимо, так предполагала и платье одела. Отлично. Кстати, я так понимаю, что вы можете уже попробовать помочь девушкам, да, и повесить какой-нибудь очень красивый шар. С удовольствием. Светлана, есть у вас шар для нашей гости? Да, конечно. Спасибо большое. Ну, и одновременно, наверное, перед тем, как вешать шар, хочу поздравить с наступающим Новым годом гостей студии, наших зрителей. Хочу пожелать самое главное крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях, чтобы близкие люди, которых вы любите, которые любят вас, чтобы вы никогда не жалели друг для друга слов любви, и это говорили. Потому что, к сожалению, когда оформляется у нас следственные права, бывает так, что люди говорят, а мы не успели сказать то, что хотели. Поэтому искренне желаю, чтобы вы говорили тем людям, которых любите, слова любви 365 дней в году. Спасибо. И вам чистоты сделок всегда, да. Спасибо большое, Светлана. Присаживайтесь, пожалуйста, на мягкий диван. И расскажите нам, вот как часто вообще жители региона делают друг другу, вот нашего региона делают друг другу такие роскошные подарки, как, например, квартира или дом, но не только к Новому году. Ближе к Новому году стало чаще, как ни странно, я хочу сказать. Хотя, в принципе, почему странно? Не странно. Да, потому что вот летом у нас в основном ноги на дачах, на отдыхе и так далее. А вот сейчас ближе к Новому году, особенно вот середина ноября, сейчас декабрь, очень активно дарят и принимают в дар, никто не отказывается от подарков. Вот, действительно очень приятно. Вы знаете, вот я забыла положить ключи. Момент, понятно, что игровой, да, но все равно приятно. Как будто бы, действительно, я только что получила новогодний подарок, ключи от новой квартиры. Кстати, вот как правильно распорядиться своей недвижимостью в эти предновогодние дни? По какой цене можно купить и продать квартиру в праздничной суете? Поговорим об этом с директором агентства недвижимости «Недвижимость. Линия закона». Дорогие друзья, встречайте нас в гостях Олег Маркович Вайнштейн. Добрый вечер, Олег Маркович. Уважаемые телезрители, я хочу нарушить регламент передачи. Я хочу сказать, что у нашей замечательной, красивой, ведущей Гоменского телевидения сегодня день рождения. Я ее поздравляю, желаю здоровья. Это неожиданно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, девочки, положите. Спасибо большое. Присаживайтесь, Олег Маркович. И давайте все-таки вернемся к предновогодней ситуации на рынке недвижимости. Расскажите, какая тенденция вот наблюдается сейчас? Понижается, повышаются цены на жилье? Ну, я бы сказал, что сейчас вообще некая стабилизация на рынке произошла. И, ну, единственное, как обычно на рынке недвижимость получается, продавцы немножко переоценивают свою недвижимость, покупатели хотят немножко ниже. Но, в принципе, большинство находит консенсус. И количество сделок к Новому году, как правило, увеличивается. И мы даже в ноябре увидели такую тенденцию. И как в прошлом году, как в позапрошлом, люди почему-то к Новому году, ну, наверное, есть объективные причины, они хотят свои желания завершить. Вот, наверное, целый год думали покупать, не покупать, покупать, не покупать. Тут раз уже Новый год, он же приходит неожиданно всегда, да? Он раз пришел Новый год, и люди хотят завершить эти сделки. И количество сделок увеличивается для агентства, это очень здорово. Единственное, что мы перед Новым годом хотим отдыхать. Ну, мы рады работать. А скажите, что продают сегодня и что покупают вообще? Что это за жилье, что это за имущество? Однокомнатные, двухкомнатные? Ну, вообще, самый популярный тренаж сейчас – это двухкомнатные квартиры. Вот, тем не менее, однокомнатные квартиры тоже популярны. Многокомнатная квартира, конечно, всегда находится в менее таком приоритетном сегменте. Но, тем не менее, если говорить о количестве сделок, то процентов, грубо говоря, наверное, 60 с чем-то – это двухкомнатные квартиры. А дальше уже делятся однокомнатные и трехкомнатные. Вы знаете, вот многие эксперты на рынке недвижимости, они отмечают, что сегодня не только в нашем регионе, а по всей стране очень популярны всевозможные размены, как их называют. А как вот в Гомельской области, в городе Гомеле, что на что меняют? Популярно ли это? Ну, вообще это абсолютно верно, и я это называю круговоротом недвижимости в природе. Потому что это происходит каким образом? Чаще всего люди когда-то купили, приобрели каким-то образом однокомнатную квартиру, семья увеличилась, да, они хотят свою реализовать и приобрести какую-то другую. У людей каких-то было четырехкомнатная квартира, большая семья, сын, дочь, женились, им надо разъехаться, то же самое. И поэтому обмена не происходит. Но, как правило, обмен, он предполагает альтернативную сделку. Чтобы не пугать телезрителей словом «альтернативная», я скажу, что человек, продавая квартиру, хотел бы купить какую-то другую взамен. Ну, допустим, четырехкомнатную продают и хотят купить две однокомнатные. Продают однокомнатную и хотят купить двухкомнатную. Это формирование цепочек, это непосредственно работа агентства, мы занимаемся каждый день этим. И я бы называл это не обмен, а я называю это более профессионально обмен через куплю-продажу. Спасибо большое. На данный момент все-таки хотелось бы определиться, покупать или ждать. Вот что вы посоветуете тем, кто хочет решить, находится в таком спорном такой ситуации, вот муж, супруга сидят дома и спорят каждый вечер в декабре, так покупать или ждать Нового года? Вот что вы посоветуете? Подождать или все-таки решить свои жилищные вопросы? У меня на самом деле очень простой ответ. Те, кто хочет подождать, пусть подождут, а кто хочет купить, пускай покупают. Вы знаете, вопрос есть от наших зрителей, по какой цене можно купить недвижимость в период новогодних праздников. Я так понимаю, что поменьше или побольше она будет все-таки стоить? Ну, к сожалению, я не могу сказать, что это будет понижение цены или повышение цены. Я проговорю, чтобы была стабилизация, но если говорить, опять-таки, давайте проговорим по сегментам. Однокомнатные квартиры сегодня начинается цена от 15 тысяч и будет заканчивать 20, потому что очень разбежка большая. Я вас перебью, Олег Маркович, мы говорим про цены в областном центре или... Я говорю про областной центр сегодня. Именно город Гомель. Мы говорим о Гомеле, значит, я говорю о Гомеле. Если говорить о двухкомнатных квартирах, они будут начинаться от 18 и, наверное, до 25. Если говорить о трехкомнатных, трехкомнатные бывают очень разные. Они тоже могут начинаться от 18 и заканчивать, наверное, 32-33. Это вот такой ценовой диапазон. Если вы хотите, господа, те зрители, знать объективную цену недвижимости, которую хотите приобрести, приходите к нам. Мы расскажем вам, как вам не переплатить и как не продешевить. Всегда будем очень рады вас видеть в нашем отделе. Вы знаете, Олег Маркович, очень хорошее предложение. А почему прямо сейчас не рассказать, как купить квартиру выгодно? Что посоветуете нашим зрителям? На самом деле, все очень просто. Наверное, нужно обращаться к экспертам. Потому что я, когда я покупаю автомобиль, когда я покупаю какую-то дорогостоящую технику, я обращаюсь к экспертам, они мне очень подробно рассказывают. Недвижимость – это очень сложный товар. Мало того, что он имеет кучу технических характеристик, он еще имеет огромное количество правовых моментов. Когда риэлтор бьет документы в руки, он понимает вообще, можно ли эту недвижимость продавать или нельзя. И когда уже документы прошли через риэлтора и попадают к нотариусу, обычно у нотариуса никогда не возникает вопросов. Я думаю, что коллега это подтвердит. Да, сейчас, Светлана, мы как раз-таки об этом поговорим. А для начала я бы хотела несколько сообщений от наших телезрителей зачитать, которые подтверждают ваши слова. Жанна считает, что купить квартиру без риэлтора – это почти невозможно. Спасибо, Жанна. Да, а в декабре действительно можно выгодно решить квартирный вопрос по собственному опыту, знаю, говорит Жанна. Наталья сообщает, что зимой очень хорошо покупать дачу. В прошлом году она купила домик в деревне, как раз в декабре, перед Новым годом, очень дешево получилось, там теперь и живет. Интересная история. Прекрасно, прекрасно. Да. Марат считает, что сейчас покупка квартиры может оказаться не только приятным началом Нового года, но и по-настоящему выгодной сделкой, да и кредиты сейчас нормальные. Можно брать, считает Марат. Я с Маратом согласен. Вот, замечательно. Но есть вопрос от Ларисы. Как риэлторы проверяют историю квартиры, которую продают? Ну, у риэлтора есть достаточно большое количество механизмов. Мы делаем запросы, но здесь даже дело не в том, как мы делаем запросы, а дело в том, как прочитать этот запрос и как изучить историю. Потому что история квартиры, она требует изучения специалистов. Ну, я вот вам расскажу, если человек берет так называемый развернутый лицевой счет и просматривает, кто из каких, ну, когда-либо был зарегистрирован в квартире, мы должны понимать, куда человек выписался, где он сейчас находится и какой статус он имеет в данной квартире. Потому что есть очень много моментов, когда люди, которые, ну, допустим, на момент приватизации, да, были зарегистрированы в квартире, они могут иметь право на проживание и владение. И если этот человек в данный момент зарегистрирован, без его согласия продать нельзя. И владельцы не всегда владеют этим вопросом. И абсолютно большинство наших жителей Гомель, они являются добрепорядочными гражданами. И они никогда не совершают никаких противоправных поступков. Это очень редко случается. Но, в принципе, такие случаи тоже бывают, да? Но зачастую они просто не понимают, что они не могут совершить. Поэтому необходим совет специалиста. И изучить историю у нас для этого есть... Ну, я не хочу раскрывать все тайны. Приходите к нам на работу, и, наверное, я расскажу вам, как это делается. Спасибо. Вот, Светлана, чистота сделки, да, вот купли-продажи. Как вот себя обезопасить? Ведь у каждого человека, который вот... Ну, квартира-то самое дорогое обычно вот в нашей стране, да, что есть у человека. И, конечно же, вот эту сделку сделать, 28 вариантов мошенничества всякого придумаем в своей голове. А на самом деле наверняка есть какие-то несколько простых правил, которые просто надо соблюдать и успокоиться. Ну, вот как начал Олег Маркович говорить. Действительно, надо смотреть, кто зарегистрирован в квартире. Потому что бывает так, что человек убыл в места лишения свободы. Да. Либо в ЛТП. И бывает так, что некоторые... Ну, по недосмотру, будем говорить так, в домоуправлении просто указали, что он убыл туда навсегда и все. А за ним в любом случае сохраняется правовладение и пользование жилым помещением. Безусловно. Поэтому, конечно, все это надо контролировать. Бывают моменты, когда есть задолженности по коммунальным платежам. В моей практике, правда, единственный раз, ну, была такая ситуация в прошлом году, буквально перед Новым годом, да. Когда... Когда люди торопились купить недвижимость, да? Поторопились. Человек продавал по доверенности квартиру. И я смотрю, как-то нервничает. Я говорю, будьте любезны, справочку, пожалуйста, о том, что нет задолженности по коммунальным платежам. Хотя мы, в принципе, не должны задавать этого вопроса. Но лучше перестраховываться, поэтому я спрашиваю. У вас просто возникли какие-то опасения? Потому что человек нервничал. И я говорю справочку. Он мне дает справку. Все в порядке, все чисто. И все равно продолжает... Там основным нету, но есть задолженность по пене, которая на тот момент составляла в эквиваленте примерно 500 долларов. Ничего себе, какой долг большой. Да. И вот за счет того, что мы это выяснили, это послужило основанием для уменьшения покупной цены. Квартиры. Совершенно верно. А в вашей практике, Олег Маркович, были такие случаи, что квартира продается с долгами? И вообще, в принципе, я знаю, что есть случаи, когда можно купить квартиру с долгами, да? Когда можно этот долг оплатить. Но это должна быть прозрачная сделка. Ну, в общем, на самом деле, квартиры с долгами продаются. Такое случается. И здесь есть несколько моментов. Ну, юристы считают, что долг висит на старом владельце. Жилищное коммунальное управление считает, что квартира продается с обеременениями. И это уже будет на новом владельце. Я считаю, что если вы будете покупать через авторизованное агентство, которое имеет лицензию, мы не допускаем случаев, когда продается с долгами. Потому что это дело нашей чести. Если говорить об истории квартиры, вот я просто вспомнил такой случай один интересный. Продавалась квартира, все, казалось бы, чисто, мы стали изучать историю и обнаружили, что до приватизации квартиры там был прописан некий гражданин. Этот гражданин, в общем, пропал куда-то. Квартира была передана уже новому жильцу. Этот жилец ее приватизировал. Но по факту гражданин, который был зарегистрирован до приватизации, имеет право на проживание. Нами были выяснены большое количество аспектов, и сделка была безопасно проведена. Но я хочу сказать, что, наверное, никто так глубоко не изучал бы историю. И я хочу сказать, что вот браво нотариусу, что она попросила справку, она сомневалась. Но в принципе нотариусы, их какая задача? Они берут документы, изучают документы. Если у них есть сомнения о документах, они сделку проводить не будут. Но если документы в порядке, все не проводить будут. И только риэлтор будет копать глубоко, потому что это обязанность риэлтора. Потому что история квартиры и дальнейшее проживание гражданина, это всегда лежит на риэлторе. Это ответственность, определенную ответственность. Если недавно что случается, придут обязательно к нам. Чтобы этого не случилось, мы не допускаем подобных случаев. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Юрий. Слушаем Юрий вас. У меня есть такой вопрос. В какой момент нужно оплачивать услуги риэлтора? До сделки или после? И от чего зависит стоимость услуг риэлтора? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Замечательный вопрос. Услуги риэлтора надо оплачивать всегда. Это обязательно, когда они выполнены. Когда выполнены? Да, когда они выполнены. То есть после того, как сделка совершена? В нашем агентстве принято следующее положение. Вы оплачиваете услуги только после того, как вы получили уже необходимый результат. Если вы покупатель, то вы купили квартиру, как сделка произошла, вы оплачиваете услуги. Если вы продавец, то после того, как вы получили свои деньги, вы будете оплачивать наши услуги. Никакой предоплаты мы не требуем никогда. Спасибо большое, Олег Маркович. Вы полно ответили. Я прям засмотрелась на нашу елку. Она преображается на глазах. Наверное, да, аплодисменты поддержит. У нас есть еще пару вопросов. Дело в том, что мы завели разговор о том, как совершить вот эту сделку купля, продажа имущества или квартиры. Люди часто дают задаток. Вот, Светлана, чем отличается задаток от аванса? И помогает ли такая процедура как-то обезопасить себя? Ну, будем говорить так, по-простому объясню. Аванс – это как бы первоначальный платеж за какую-то сделку, да? А задаток носит обеспечительную функцию. То есть в том случае, если человек дает задаток, он уже уверен, что в любом случае человек, который собирается продать ему эту квартиру, продаст именно ему. Потому что если ему предложат, этому человеку, собственнику, какую-то большую цену, то задаток должен быть возвращен в двойном размере. И, естественно, само соглашение задатки, оно стимулирует как одну сторону, так и вторую. Потенциально продавец, он уверен уже, что покупатель в любом случае у него есть. И если другие люди звонят и спрашивают, вы продаете, он говорит уже все, да? То есть он уверен, что у него купит. И покупатель уверен, что он купит именно за ту цену, которая была изначально оговорена между ними. Но ведь можно же оформить у нотариуса подобный документ о задатке? Я бы сказала, что не только можно, но и нужно. А скажите, можно ли потом вернуть задаток, если вдруг сделка не состоялась по какой-то причине? Или это все будет... Все зависит от того, по какой причине. Есть форс-мажор. То есть, понятное дело, если форс-мажор, стороны возвращаются в первоначальное положение и все. Но если отказался от сделки потенциальный покупатель, задаток остается у потенциального продавца. Спасибо большое. Если отказался потенциальный продавец в дальнем размере. Вот и все. Спасибо. А вот, кстати, как будут работать нотариусы в предпраздничные декабрьские, вот в эти, я бы сказала, суматошные дни? Будут ли сделки оформляться более быстрее обычного? Ведь все-таки под Новый год все спешат, все торопятся. Нотариусы всегда работают на благо населения, на благо клиентов. Мы будем работать до последнего клиента, безусловно. Но в любом случае, 30-е это рабочий день, это суббота. 31-е, 1-е выходной. И дальше мы начинаем работать, так что приходите, мы будем всегда рады. Спасибо большое. Вот мне подсказывает, что у нас есть вопрос у зрителей в студии. Интересно, для кого и какой? Ой. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юля. И я хотела бы узнать, можно ли вот эти все модные тенденции, про елочку, конечно, вопрос. А, ну, конечно, да. Как у девочки, да. Можно ли вот эти модные тенденции, которые каждый год меняются, когда мы наряжаем елку, применить для украшения живой елки? И какие особенности есть, чтобы украсить живую елку? А вы елку живую обычно ставите? Только живую. Высокую? Ну, наверное, 2,70, потому что имею высокие потолки. 2,70. Сколько времени вы ее украшаете? Часов пять я украшаю, потому что игрушки все разного веса, а живая елочка, она, естественно, маленькие веточки выдерживает только такие легкие игрушки. Ну, это всегда большая проблема, и хочется, чтобы как-то и соответствовала модным тенденциям. Всегда очень большая проблема. Спасибо большое. Интересный очень вопрос. Светлана, что можно ответить вот нашей зрительнице? Живая елка – это прекрасный, замечательный элемент новогоднего декора. И украшать такую елку, да, действительно, непросто, но есть определенные правила. Если елка вот такого высоты, такой 2,70, да, действительно, но и все равно мы можем дать вам несколько рекомендаций. Да, действительно, это сложно, но мы можем дать вам несколько рекомендаций. Шары должны быть достаточно яркими, они должны быть расположены, вот, ну, не так вот, как мы сейчас украшаем елку, и у нас достаточно плотно, веточка к веточке, шар к шару. Ваши шары могут быть расположены в достаточно большом расстоянии друг от друга. Выбирайте шары ярких цветов. И стильно и интересно теперь в современных тенденциях не завешивать все мишурой, а вот акцентом являются шары, их достаточно немного, и это будет модным вариантом для вас. Не стремитесь вот взять и скопировать, например, такой вариант украшения, декорирования елки. То есть натуральная живая елка, она может выглядеть стильно и интересно, если там игрушек немного, если игрушки яркие, если игрушки расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. И вы можете потом, когда будете эту елку разбирать, игрушки все складывать, заворачивать, вот такие семейные традиции, рождающие тепло и уют. А вот скажите, пожалуйста, как быть с бабушкиными игрушками? Я имею в виду вот эти старые игрушки из бабушкиной коробочки, из бабушкиного сундучка, которые есть в каждой семье. Вот смотрите, у нас модная елка. Эти игрушки никак здесь? Если у вас основная масса шаров, к примеру, какого-то однотонного цвета, вы можете взять в подходящей цветовой гамме какой-то один шар, какой-то диковинный, да, то есть какой-то там старинный. И он просто будет таким вот акцентом на вашей елке, привлекающим внимание. И это будет тоже достаточно интересно. Если шаров, там, это не бабушкины шары, а просто какие-то ваши, которые вам уже давно надоели, то их тоже можно применить в новогоднем декоре. К примеру, украсить блюдо. Так. Вот в блюдо сложить ваши старые шары, если они подходят по декору вашу комнату, украсить новогодними бусами. Либо еще можно соорудить своими руками елку и взять ветки от дерева трех разных размеров, связать между собой бечевкой, вверху завязать и повесить на стену. И на эти веточки поставить какие-то элементы декора и внизу тоже на бечевочке подвесить на разных уровнях ваши старые шары. Вот вам и новая жизнь, и новая елка. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Олег Маркович, а вот как вы украшаете свой дом, офис к Новому году? Вот, например, как вам вот такая белоснежная елка? Мне очень нравится эта елка, и я думаю, что мы будем применять новые тенденции. И в офисе обязательно. Я думаю, что, скорее всего, мы поедем в этот магазин, посоветуемся с нашими новыми друзьями и украсим елку в офисе. Спасибо. А скажите вообще, веду к другому. Каким же был этот год для вас, для вашего агентства? Что порадовало, может быть, на рынке недвижимости? Что разочаровало вас? Знаете что, это был тяжелый год. Тем не менее, в этот год мы развивались. Мы увеличили штатное количество сотрудников, мы увеличили количество сделок, мы провели достаточно много тренингов для специалистов, что повысило уровень профессиональный. Вот мы внедрили, мы, наверное, единственное агентство в Гомеле, которое внедрило новые технологии, IT-инструменты, которые сегодня помогают нам буквально в считанные минуты и секунды подобрать нужную недвижимость. Для покупателей это плюс, для продавцов это огромный плюс. Вот, ну, сотрудники выглядят более презентабельно, и мы можем больше на промежуток времени сделать сделок, чем мы делали раньше. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виталий. Слушаем, Виталий. Подскажите, пожалуйста, это не касается, конечно, вашего агентства, но вот такое. Мы заключили в 2016 году с агентством недвижимости «Импреза Люкс» договор о аренде квартиры. Ну, и за последний месяц, июля 2016 года, они не оплатили аренду. Ну, я к ним зашел, говорю, на Киселева 10, говорю, вы не оплаты, вы не произвели. Они говорят, пишите в письменном виде, ну, запрос давайте. Я подал им письмо, написал с заказным уведомлением. Мне пришло, что они письмо получили, это было 1 августа. Ответа не последовало. Второе, я написал через месяц письмо. Опять же, с заказным уведомлением. Опять же, пришло мне, что они получили письма. И ответа и нет больше. И не следует, ни, ну, вообще, на звонки не отвечают, ничего. Но вот просто мне интересно, какие дальше действия мои. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что агентство недвижимости не имеет никакого значения. Я так понимаю, что идет об агентстве. Это не агентство, это организация, которая занимается съемом квартиры и дальнейшей передачей по суткам, насколько я понимаю. То есть это не агентство недвижимости? Нет, это не агентство недвижимости. Но я могу дать вам совет, что вам просто нужен хороший адвокат. Здесь нет никаких проблем. Вам нужно ставить исковое заявление, подать в суд. И если у вас заключен официальный договор, то я не вижу никаких проблем. В общем-то, взыскать необходимые деньги и есть ли правды на вашей стороне. Светлана, может быть, вы добавите как-то комментарий какой-то будет? Хотелось бы почитать договор, но я не исключаю, что есть возможность сделать исполнительную надпись. Но гарантировать не могу, не видя документов. То есть в любом случае надо обращаться к юристу? В любом случае надо брать документы под договор. Договор ориенты в первую очередь. Возможно, это алис может сделать, если там мы не видим документы, мы не понимаем. Поэтому трудно предполагать. Даже когда в другой раз люди звонят по телефону и говорят, проконсультируйте. То есть есть какие-то моменты, когда можно проконсультировать, есть какие-то моменты, и мы говорим, что это просто нереально, понимаете, и не видя. Ну, давайте... Ну, мало того, дело в общем, что когда иногда консультируешь, то потом приходят с документами, а все просто не так. Они говорят, вы же нам так говорили. И тогда уже получать неловко. Посмотришь документы, решишь, тогда понимаешь, что можно или нельзя. Совершенно верно. А вообще, согласитесь, при новогодние дни еще одна из самых популярных сделок, это когда сдается жилье, да? Люди хотят новогоднюю ночь встретить там в большом каком-то доме или в квартире. Агентство ваше этим не занимается? Нет, агентство не занимается, но услуга очень популярная. Я знаю, к нам очень часто звонят. Мы, ну, этой услугой не занимаемся, но есть другие организации, которые занимаются. Дело в другом. Так как услуга популярная, то очень много и опасностей, которые возникают вот с этим. Что можно посоветовать людям, которые заключают подобный договор, чтобы было поменьше подобных ситуаций, звонков, как у нашего телезрителя? Мне кажется, здесь больше опасности для хозяев, которые сдают, чем для тех, кто снимает. Поэтому я думаю, что хозяева должны подумать, кому они сдают, для того, чтобы потом не было проблем после новогодней ночи, чтобы потом не узнать свое жилище. Я думаю, так. Спасибо большое. Спасибо, Олег Маркович. Ваше чувство юмора, оно такое профессиональное, вы знаете. Ну, я бы хотела вернуться к ценам на недвижимость. Год подходит к концу. Вот интересно, вот если говорить о стоимости жилья в регионе, как колебались цены в течение года все-таки? Ну, если вообще взять полностью целый год, потому что по квартально было по-разному, вот, но есть очень хороший сайт RealBuy, там замечательный отдел аналитики, я его просматриваю, на него ориентируюсь, скажем так, процентов на 90, я с ним согласен. Почему 90? Потому что дело в том, что, когда они свою статистику ведут, они ведут статистику чаще по объявлениям, по продажным ценам, а я больше статистику веду по ценам, по реальным сделкам. Ну, 90% совпадают. Совпадают. Да, и я хочу сказать, что по этой статистике за год цены упали на 10-15%. Это в Гомель. Скажите, вот вы лично можете как-то проанализировать, каковы основные причины? Ну, основные причины, это причины экономические, конечно, экономика не совсем работает, как нам хотелось бы, вот, тем не менее, сейчас есть определенный подъем, потому что упростилась возможность получения кредитов, потому что сами кредиты стали более доступны, люди стали брать кредиты, и количество сделок выросло, поэтому к концу года произошло некое выравнивание. Если бы этого не было, то этот процент был бы значительно хуже. А вот ваши прогнозы каковы? Что произойдет с ценами на недвижимость в 2018 году? Я думаю, что большого падения цен не будет, я даже в этом абсолютно уверен, поэтому я думаю, что покупатели не должны ожидать чуда какого-то. Другой вопрос, что пока на сегодняшний день продавцы еще не поставили реальные цены. И цены не потому, что они упадут, а зачастую возникает вот такая иллюзия, знаете, когда вдруг мне звонят клиенты и говорят, вы знаете, цены выросли. А как вы это поняли? Они говорят, вы посмотрели объявление, цены стали выше. Что происходит? Происходит следующее, когда дешевый сегмент покупается, а дорогой остается в экспозиции. И пока этот сегмент не упадет до нужного уровня, покупать не будет. Поэтому иногда возникает ложная статистика, что цены выросли, цены не выросли. Просто продавцы еще пока не готовы. Но когда возникает этот баланс, тогда и все произойдет. Так что я думаю, что не больше 5% в следующем году нам стоит ожидать. Спасибо большое. Вот у меня вопрос для вас, Светлана. Что ожидается нового в работе нотариата? Будут ли какие-то изменения, которые коснутся обычных нас, обычных людей? Ну, мы активно развиваемся. С 1 января этого года внедрена система IT-технологии ИИС Нотариат. То есть все нотариальные действия, которые совершаются нотариусами республики, они в тот же день вносятся в эту систему нотариата. Чем это хорошо для клиентов, так сказать? Иногда бывает так, что всплывают, скажу так, поддельные доверенности. Негативные моменты. Совершенно верно, да. И для того, чтобы проверить, действительно ли была такая доверенность, на сегодняшний день достаточно зайти на сайт Белорусской нотариальной палаты и проверить фамилию, имя, там вносятся фамилия, имя общества доверителя, фамилия, имя общества нотариуса. И сразу же показывается, есть такая доверенность, и если она отменена, то она показывается не будет. То есть вполне возможно, что сделки станут очень прозрачными и исключат подобные ситуации. Совершенно верно. И то же самое на сайте Белорусской нотариальной палаты можно проверить наличие заведенного наследственного дела. Это тоже очень хорошо, действительно. Правда, только по тем делам, которые заведены нотариусами, только в этом году. Те, которые в прошлых годах были, информация не видна. Ну, постепенно все это налаживается, мы идем в ногу со временем, и чем дальше, тем будет лучше. Я бы еще хотела порекомендовать нашим зрителям, у нас на сайте нотариальной палаты нотариусы республики пишут очень много статей. Статьи все актуальные. То есть получить консультацию можно прямо там. То, что есть в жизни, мы очень много, и мы объясняем, как, что и почему. Точно так же там есть вопрос-ответ нотариусу, то есть можно задавать вопросы на них, получать очень оперативные ответы. Поэтому очень рекомендую пользоваться этим сайтом, действительно есть много полезной информации. Причем я сама им часто пользуюсь, потому что действительно ситуации бывают очень жизненные, очень-очень такие типичные, скажем, или нетипичные. Вот для меня, например, большим открытием было, что можно купить квартиру с долгой. Мне казалось, ну как возможно, это же все проверяется. Нет, на самом деле такие ситуации есть. Поэтому да, хорошая информация. Я бы хотел сказать просто, что в Гомере у нас уникальная ситуация. Вот мы как агентство работаем в очень тесном сотрудничестве с нотариатом, с нотариальной палатой, с теми нотариусами. И это очень помогает и нам, и нотариусам, и выигрывает потребителей. Я знаю, что в других городах, к сожалению, вот почему-то не сложилось такие отношения, как у нас. Я очень благодарен и Светлане, и вообще на нотариальной палате, что у нас отношения такие существуют, потому что выигрывают потребители всегда. Это очень важно. Спасибо. Вот насчет потребителей у нас как раз-таки есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Максим. У меня такой вопрос. Что проверяют риэлторы и в каком случае они могут гарантировать надежность сделки? Спасибо большое. Вот всех интересует, кто такой риэлтор? Что это за работа? Что это за профессия? Понятно. Нет, ну на самом деле риэлтор высококвалифицированный специалист. Для того, чтобы стать риэлтором, необходимо иметь определенное образование, сдавать экзамен в Министерстве юстиции, Республики Беларусь, иметь специальный аттестат. Могу сказать, что экзамен настолько сложный, что когда проходит группа из 30 человек, то если сдало 5 человек, считается очень здорово. Это замечательный результат. Экзамен сложнейший просто. Что проверяют риэлторы? Я должен понимать, просто смотря с какой стороны вы спрашиваете. Либо вы покупатель, либо вы продавец. Для продавца. Когда приходит продавец, мы просматриваем документы, и риэлтор первый вопрос задает сам себе, кто должен прийти на сделку, подписывать документы. Ну, что чаще всего происходит. Условно говоря, сложный вопрос, если это договор с приватизацией. В приватизации могут быть люди, которые имели квоты, могут быть люди, которые зарегистрированы и имеют право на проживание. Зачастую бывает, что владелец квоты умер. Тогда мы проверяем наследственное дело. Если это дарение, значит, мы опять-таки проверяем, значит, людей, которые зарегистрированы и которые имели право на проживание в данной квартире. Если это договор купли-продажи, мы должны понимать, есть ли у человека супруга или супруга. Могу рассказать, я когда-то уже говорил об этом случае, был действительно очень интересный случай, когда к нам пришла пара, муж с женой, с ребенком. Они продавали квартиру, риэлтор взял документы, ничего подозрительного не увидел. Но вот какая-то профессиональная чуйка такая сработала. Были сделаны запросы, серьезные достаточно, и мы увидели о том, что в этой квартире ранее был зарегистрирован какой-то мужчина с такой же фамилией, как у этой жены. И было выяснено, что эта женщина была в браке, она имела ребенка, она развелась с этим мужем, с которым купила квартиру, вышла замуж за другого мужчину, он взял ее фамилию, усыновил ребенка. И по документам мы видим, что вообще-то все в порядке, а на самом деле есть лицо, которое могло претендовать. И вот риэлторы предотвратили, на самом деле, вот такой серьезный случай. Поэтому, если что делают риэлторы, это я вам рассказал только один частный случай. Поверьте, я вам могу рассказать, я могу детективы написать, и вы будете их читать, и просто не оторветесь. Вы знаете, вот несколько вопросов есть, как раз-таки тема риэлторов очень интересна нашим зрителям сегодня. Элла спрашивает, дайте, пожалуйста, контакт адекватного агента для покупки квартиры. Звоните ко мне. Говорит, спасибо, да. А вот Ксения Васильевна говорит, какие интересные сделки заключало агентство недвижимости Олега Марковича в этом году? Очень любопытно. Ну, во-первых, если все-таки еще говорить об адекватных, я хочу сказать, что в нашем агентстве нет неадекватных агентов и риэлторов, я вам гарантирую. Неадекватных мы на работу не берем, так что обращайтесь к нам, все адекватные абсолютно. Вот. Если говорить об интересных сделках, ну, есть вещи, которые я, может, не до конца могу раскрывать, потому что есть тайна сделки. Вот, но, тем не менее, у нас был такой случай, когда, значит, пришел мужчина покупать квартиру, продавала мама с дочкой, мама пошутила, сказала, что если женитесь на дочке, я квартиру вам подарю просто. Вот, ну, вроде как шутка шуткой получилась. Ничего себе хорошая шутка. Да, ну, мужчина сначала квартиру купил, а потом действительно женился на этой девушке, да. Женился? Мужчина как-то неправильно стучал. Да, а мог бы в дар получить. Ну, вот такая интересная... Спасибо, аплодисменты. Это очень интересная история, практически новогодняя. Кстати, есть одно интересное сообщение от Анны. Добавляю вам новогоднего настроения. Спасибо, Анна. И сообщает, что елку наряжает, девочки, вместе с нами, с нашей программой. Прямо сейчас, говорит, у нее в доме пахнет корицей и имбирем. А любимые игрушки нашей телезрительницы Анны – это имбирное печенье. Аплодисменты для Анны. Спасибо большое, дорогие друзья. В прямом эфире. Добрый вечер, Гомель. Как видите, на Беларусь-4 сегодня мы полным ходом украшаем елку. У нас идет просто подготовка к Новому году. Вот с помощью магазина Modern Home мы украсили уже елку практически. Но это еще не все. Сегодня мы раскрываем все секреты новогоднего оформления. Вот эти современные товары для дома интерьера. Все сегодня в нашей студии. Вы можете их рассмотреть, с помощью которых можно создать праздничное настроение. Но мне кажется, все-таки, Светлана, как вы считаете, что главное вот в таком украшении – это не переборщить. Как это сделать, чтобы, да, всего и побольше не оказалось на новогодней красавице? При выборе новогоднего декора необходимо руководствоваться определенными правилами. Я сейчас о них расскажу. Главное, чтобы все было в меру. Это правило первое. То есть мы выбираем для украшения нашего дома один-два цвета. Это касается и украшения декора елки, и декорирования жилого пространства. И в этих цветах покупаем и текстиль, и посуду на новогодний стол, и украшаем елку. И тогда получается все стильно и гармонично. Потому что если мы разноплановые, то есть если у нас нет определенной стратегии, да, если мы разнопланово все это приобретаем, тогда получается такое, знаете, некая дисгармония, да. А если мы для себя определили, да, какие-то цвета, которые, может быть, и не совсем в год собаки, не совсем модные, но вот так нам на душу ложатся и нравятся. И вот придерживаясь вот этой стилистической нотки, формируем свое убранство, то тогда получается элегантно, стильно и интересно. Давайте вот несколько советов. Главное все в меру. Спасибо. Вот несколько советов для наших зрителей. Елка у нас получается удивительная. Очень нежная. Волшебная, да. И очень хорошо подходит по стилистике к нашей студии. Что из композиций новогодних, которые сегодня представлены вами здесь, в этой студии, больше всего подойдет вот для такого, скажем, ну не интерьера, а, скажем, для такого декора новогоднего? Мы можем использовать вот эту золотую коллекцию, да. Кстати, все оттенки золота в этом году чрезвычайно популярны. И если верить древнему искусству фэн-шуй, то будут привлекать в наши дома богатство изобилия. Я думаю, коль этому искусству 5000 лет, все-таки, может быть, стоит прислушаться. Поэтому к нашей новогодней елке подойдут вот такие элементы золотого декора. Подойдет декор в таких нежно-пастельных тонах. И также подойдет декор белый, с какими-либо там вкраплениями золота и, возможно, серебра. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас, дорогие друзья. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Слушай, мам. Мне хотелось бы узнать, будут ли в магазине Modern Home новогодние скидки. Вы показываете очень интересные товары, и мне хотелось выбрать что-нибудь для себя. Особенно понравилась белая елка. Спасибо большое. Да, действительно, очень хороший вопрос насчет новогодних скидок. Я сама их жду с нетерпением. Я могу поделиться очень хорошей новостью. Начиная с 10 декабря в нашем магазине будут уже новогодние скидки на отдельные виды товаров. Но начиная с 25 декабря, пожалуйста, не пропустите. Там будут мега скидки, много всего интересного для наших любимых покупателей. Спасибо большое. У нас сегодня в студии представлена новогодняя посуда. И вот, Олег Маркович, вы обычно салат с горошком из какой тарелочки-то кушаете в новогоднюю ночь? Вам показать тарелочку? Нет, я просто имею в виду, есть ли вот... Вот мы как-то, мне кажется, не уделяем внимания новогодней посуде. Нет, нет, я думаю, что эта посуда, конечно, здесь очень красивая. Я бы кушал вот из такой глубокой мисочки. Я, наверное, положил бы сверху так салатик. Вот, сюда вот кушал бы. Вот будет такая возможность. Я бы хотела, Светлана, все-таки, чтобы вы действительно акцентировали внимание на новогодней посуде. Мне кажется, мы очень редко обращаем на это внимание. А чем она отличается от обыкновенной, допустим, праздничной? И насколько она может быть элементом новогоднего интерьера, декора? Безусловно, выбор новогодней посуды очень важен при декорировании в целом нашего жилища. Вот. Ну, что вообще мы предлагаем и что вообще предлагают мировые бренды из новогодней посуды? Можем поделиться такой информацией. Чрезвычайно интересна и важна посуда, которая идет непосредственно с новогодними декорами. Дед Мороз. Ну, можно сюда и какие-то, Гринфейн, например, какие-то другие напитки. Да, потеплее, так хорошо. Потеплее, да. Вот. Новогодние принты. Посуда с новогодними принтами. Посуда с элементами золота и серебра. Снежинки, вкрампления. Тоже украсит в России? Тоже украсит, да. Есть еще сейчас очень интересные варианты посуды. Это стеклянная посуда, которая, вот она кажется, вся из золота, да. То есть вот такие. Вот мы не принесли с собой в студию, но как бы есть вот такая посуда. Это тоже, она одновременно и праздничная, одновременно новогодняя. Тоже такой достаточно интересный декоративный элемент. Вот. И когда мы декорируем новогодний стол, используя праздничные, допустим, там, кольца для салфеток, дорожки на стол. Кстати, вот мы одну принесли для того, чтобы наши покупатели, телезрители. Это дорожка для новогоднего стола? Да, это дорожка для новогоднего стола. Вот она вот так вот выглядит. Ясно. И на нее мы можем поставить нашу обычную, например, белого молочного цвета посуду, задекорировать кольцами, расложить столовые приборы. И это уже будет вот такое вот новогоднее убранство. Спасибо. Прекрасно будет смотреться на этом новогодние подарки. Кстати, вот какие подарки и не только новогодние стоит оформлять у нотариуса, поговорим, дорогие друзья, об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Дорогие друзья, приходилось ли вам вот в эти предновогодние декабрьские дни продавать, покупать недвижимость или жилье? Делитесь своим опытом в Айбере, в соцсетях и по телефону прямого эфира. А также звоните в студию и рассказывайте, какие подарки новогодние вы выбираете, как украшаете свой дом. Ну и задавайте вопросы нашим гостям. Дорогие друзья, подарить подарок к Новому году, это вообще волшебные слова, которые мы просто обожаем, мы выбираем эти подарки. Мы сегодня говорим о больших подарках. Вот какие из них необходимо обязательно оформлять у нотариуса, Светлана? Ну, однозначно необходимы сделки с недвижимостью, вне всякого сомнения. Ну вот часто приходят люди и говорят, я хочу отписать. Я говорю, а что в ваше понятие входит отписать? Потому что человек не понимает разницу между завещанием и дарением. Так вот все-таки чем отличается? Чем отличается завещание и дарение, да? Завещание. По-простому. Если пишем завещание до конца жизни, вы собственник этого недвижимого имущества, в случае вашей смерти наследники вступают в наследство. То есть завещание – это воля, это распоряжение на случай смерти. Что касается дарения, то уже при жизни человека, который подарил, тот, которому подарили, становится собственником. Я хочу сказать, что когда людям объясняешь, они начинают, честно говоря, задумываться. Почему? Потому что завещание можно написать в ход сто раз. А дарение имеет? Можно сделать обратный ход. Что касается дарения, обратного дарения нет. Дарение может быть отменено только в двух случаях. Первый случай, если в договоре дарение прямо предусмотрено право отмены дарения в случае смерти одаряемого. И это, не дай бог, наступил этот случай. Можно шарик? Я хочу привести пример. Подайте мне, пожалуйста, шарик любой. Ну, можно снять с новогодней елочки. Олег Маркович, представьте, что я завещаю вам шарик. Господи, ужас, какой я хочу, чтобы шарик не завещаю. Что может происходить с этим шариком? Я могу его забрать, да? Запросто. Пока, вот, со мной, пока, пока... Вначале Олегу Марковичу, потом вы можете отдать мне его. Так, а если я подарю шарик Олегу Марковичу? Он сразу принадлежит ему. Все, и Олег Маркович уже хозяин. Я хотела бы сказать другое, что когда, если этот шарик будет мне завещать, то мне его даже в руки он мне не попадает. Он так остается в руках. Он завещает. До определенного момента, да. Я просто знаю, что он мне завещает, и даже в руках его не держит. Совсем не обязательно даже, чтобы вы знали это. Да. Даже так. Все. Я говорю, что если я только подписала договор дарения, то Олег Маркович сразу может забрать у меня этот шарик, независимо от ситуации. Дорогие друзья, на самом деле, каким бы примитивным ни был вот сейчас этот пример с новогодним шариком, но это та разница, которую мы часто путаем и недопонимаем. Я бы хотел внести очень важный аспект. Есть такой способ дарения, когда в договор дарения можно внести такой пункт, что человек, который подарил, он имеет право владения и проживания квартирой. И пока он сам не выпишется с квартиры, никто не имеет права его оттуда выписать. Есть такой пункт. Дополню. Этот пункт вносится в договор дарения только в том случае, когда даритель зарегистрирован в этой квартире. Да, безусловно. Потому что если у него, допустим, есть два объекта недвижимости, и он дарит тот объект, которому он не зарегистрирован, нотариус никогда этот пункт не несет в договор. Вот. Это очень тоже важный момент. Скажите, пожалуйста, вы как нотариус видели, что мне подарили этот шарик? А я ничего не подписывала, Олег Маркович. Ну ладно. Если сказано, что с правом отмены дарения в случае смерти одаряемого, то, конечно, не очень хочется в праздничной обстановке такое обсуждать, но это надо, это жизни, то этот пункт обязательно будет внесен в договор. И я хочу сказать, наверное, опять-таки, хоть и неприятно, но это нужно вносить в договор, потому что, опять-таки, вот в прошлом году была история, когда родители подарили младшему сыну две квартиры без права отмены договора дарения в случае смерти одаряемого. К сожалению, он умер. Судились с невесткой, потому что фактически остались без ничего. Ну, вы знаете, это ситуации жизненные. Да, безусловно. Ну, когда мы говорим о подарках, тем более о подарках серьезных, наверное, надо... Сюда уже думать о невестке. Ну, тем более, да. Надо себя обязательно застраховать. Знаете, есть очень много вопросов, на которые мы уже ответили сегодня в нашей программе. Я не читаю их, их видят наши зрители в бегущей строке, но есть конкретные такие ситуации. Вот, например, телезритель спрашивает, мы вступили в наследство, получили дом, но, кажется, есть еще наследники. Мы не знаем, где они живут, что будет, если они объявятся, переживают. Ну, будем говорить так, да, может быть, в судебном порядке свидетельство о праве наследства призвано недействительным, но для этого нужны определенные основания. Понимаете, конечно, сейчас, если я начну это рассказывать, это будет очень долго, поэтому... Полтора часа можно рассказать о наследстве. Я думаю, даже больше, да. Вот, поэтому я думаю, что не стоит нервничать и волноваться. Нотариус выдал свидетельство о праве наследства, по всей видимости, он все-таки проверял бы, хотя нотариус не должен разыскивать наследников. Но я так думаю, что, как правило, мы разъясняем, когда люди обращаются, что... А как вот эти шесть месяцев раньше так было, по крайней мере? Если через шесть месяцев не объявился наследник, то... Ну, есть моменты, когда через суд. Через суд. Образно говоря, когда человек доказывает, что он фактически принял наследство. Что такое факт принятия? Он забрал фотографии из квартиры наследодателя. Это уже факт принятия, суд считает, да? Либо принял участие в расходах на похоронах. Ну, не будем о грустном, давайте о хорошем. Вы знаете, давайте... Я хотел бы еще сказать, что есть наследники, которые могут вступить в наследство, потому что они не знали о том, что человек умер. И они пропустили этот срок, когда он вступит. И суды может тоже... Совершенно верно. Но это надо доказать, что они не знали. Это сложная, сложная вопрос. Вы знаете, получается, что дарение, оно более, как бы такое, категоричное. И подобных ситуаций может не возникать. Я бы сказала, что вообще все вопросы, связанные с имущественными правоотношениями, мое глубокое убеждение, что нужно решать при жизни. Потому что потом начинаются ссоры, скандалы, и отношения категорически портятся. Рекомендую всем нашим зрителям принимать решения при жизни однозначно. Спасибо большое. Хотелось бы еще один момент обозначить. Вот помимо оформления завещания, помимо договора дарения, существует один способ распоряжения недвижимостью. Это договор пожизненного содержания с иждивением. Очень популярный сегодня. Какие нюансы стоит знать нашим телезрителям, всем нам, заключая вот такой договор о ренте? Ну, как правило, он актуален, этот договор для одиноких людей, у которых нет родственников, как правило. Почему не рекомендуем в данном случае дарить? Потому что договор о дарении сделка безвозмездная. Она не предполагает ничего взамен. В отличие от договора ренты, когда плательщик ренты обязан до конца жизни содержать получателя ренты, нести расходы на оплату коммунальных платежей самостоятельно, потому что квартира уже при жизни получателя ренты переходит в плательщику рент в собственность. Но с обременениями. То есть пока получатель ренты жив, без его согласия... Не поняла? Нет еще перехода права собственности. Нет, переход права собственности при жизни происходит. Происходит. Да, да. Просто без согласия... Надо соблюдать все условия договора ренты. Да, и без согласия получателя ренты он не сможет ее распоряжаться. Еще один существенный момент. Если только плательщик ренты не выполняет какое-то из условий, которые указаны изначально в договоре, стороны возвращаются в первоначальное положение по решению суда, но те деньги, которые были изначально потрачены уже на получателя ренты, они не возмещаются. Ну действительно нюанс. То есть я считаю, что это очень неправильно. Кстати говоря, опять-таки недавно была интересная история. Дедушка лет 80 с лишним решил жениться на даме лет 30, моложе его. Какие интересные истории происходят вокруг. Да, я хочу ей подарить. Я говорю, на мой взгляд, это нецелесообразно. Говорит, давайте лучше сделаем договор ренты. Договор ренты вы предложили? Безусловно. Он предложил... Нет, я хочу подарить и все. Он не хотел просто признавать, что... Он не влюбился, а вы ему так... Да, вы, Светлана, а вы его списали сразу, понимаете, договором ренты. А в результате чем закончилось? Ну в результате закончилось судом. Судом. То есть был сделан подарок, был оформлен подарок, а потом, наверное, суд. Совершенно верно. Ну, теперь он в поисках более молодой. И, наверное, договор ренты будет следующий. Я бы хотел сказать интересный момент, что квартира, которая вот... Была оформлена договором ренты, ее можно продать, но человек, который ее купит, он уже будет, на самом деле, нести обязательства по этой ренте. У нас просто был такой случай. У вас, да, часто бывают связанные с договором? Ну, они часто случаются, но когда у нас пришел человек, и он продавал, то мы, понимая обременение, которое могло наступить, мы объяснили покупателю, и уже договор ренты был расторгнут. После этого была квартира продана, и, соответственно, никаких последствий не было. Это, кстати, о том, что риэлторы проверяют, и что они делают. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Слушаем, Елена. У меня такой вопрос. Моему сыну исполнилось 3 декабря, 17 лет. Так. Мне дом от отца достался к завещанию. 10 лет тому назад, к сожалению, отец умер. Все документы я сделала от тебя. Мать отказалась в мою пользу, все на мне. Скажите, я хочу дарить на сына дом. Как мне это сделать? То есть есть завещание на вас? Да, она оформлена все документы. Оформлена на меня, да. Она оформлена, она получила на следствие, я правильно понимаю? Да. По завещанию, да. По завещанию. И хочет все это подарить сыну? Да. Обращайтесь к любому нотариусу, причем не только города Гомеля, но и Гомельской области на сегодняшний день. Это разрешено. Вне зависимости от того, находится объект недвижимости в самом Гобеле, либо в Гомельской области. Можете обращаться к любому нотариусу в Гомельской области. Ну, да, да, говорите. Мы работаем по принципу одно окно. Если вы хотите, мы сами собираем все документы, либо вы можете собрать. В данном случае необходимо будет правоустанавливающий документ на этот дом, то есть свидетельство о праве до наследства, которое вы получали, документы, подтверждающие право собственности из БТИ. Вообще-то агентство по госрегистрации земельному кадастру, но по простому БТИ. То есть свидетельство о госрегистрации ко обстроении земельного участка, выписки для нотариального удостоверения сделки, у которых срок действия 30 дней, и справка о составе семьи, то есть кто зарегистрирован на сегодняшний день в этом доме. Для подтверждения факта родственных отношений в вашем случае надо свидетельство о рождении сына, для того, чтобы это было дешевле. Вот такой набор документов. Я думаю, что очень такой логичный, такой вот на финал нашей программы, действительно, звонок от нашей телезрительницы. Вот, я думаю, что к Новому году ее сын получит прекрасный новогодний подарок. Да, это будет квартира. Кстати, Олег Маркович Светланов, вы уже приготовили подарки новогодние для своих близких, для коллег, для партнеров? Да, у нас вообще есть такая традиция. Мы каждый год, как очень, мы серьезно, мы любим наших сотрудников, любим их семьи, и каждый ребенок нашего сотрудника получит обязательно вкусный новогодний подарок. Вкусный новогодний подарок. А я думаю, что выбрать новогодний подарок нашим зрителям, да и нам, в принципе, помогут Светлана и Ирина. Расскажите, пожалуйста, вот, давайте закончим так красиво нашу программу. Что можно подарить коллегам, друзьям на Новый год? Ваш совет и рекомендации. Друзьям, коллегам, любимым подарить мы предлагаем огромное количество разнообразных вариантов. На сегодняшний день достаточно модными являются подарки в эко-стиле, который родился в противовес урбанистическим веяниям в обществе. Это деревянные всякие игрушки. Мы вот принесли, например, вот таких вот... Из детства какие-то сувениры. Из детства, да, да, вот такие сувениры из детства, да. Вот такие вот лошадки прекрасные, замечательные. Она сразу, да, она сразу возвращает в нас в такой душевный домашний Новый год. Да, более двухсот наименований подарков можно посмотреть у нас в интернет-магазине, заказать себе прямо к Новому году доставку. То есть любая безделушка подобная может стать приятным подарком. Любая безделушка, да, может быть приятным подарком. И его можно красиво упаковать. Красиво упаковать. Какая доставка происходит, скажите? Доставка происходит почтой. Для комельчан вообще все гораздо проще. Просто заходите в наш магазин и приобретайте. Замечательно, мы отведем к вам. Спасибо большое. Спасибо.